Я удивлённо его спрашиваю, я говорю, а как это же преступление, там унесли деньги до 10 тысяч, я не помню, 7 тысяч, по-моему, было. На что мне этот начальник КМ, вот так вот открытым текстом он мне говорит, это всего лишь 7 тысяч, скиньтесь, говорит, и положите их, и проблем нет. На что я ему говорю, ну если проблем нет, вы скиньтесь, положите, и мы закроем этот вопрос. И вот это его настолько возмутило, он говорит, а, ты так говоришь, я тебе устрою, я тебе такие проблемы из-за этого создам, вы все, говорит, будете у меня в отделе давать объяснение, вообще, говорит, может быть, это вы сами ограбили, специально это сымитировали. Представьте, вот так он мне открытым текстом, банки диктуют нам, сколько мы будем платить, сколько мы будем снимать. Банк может по своему собственному усмотрению заблокировать любую транзакцию, потребовать у тебя объяснение. Вчера вечером во Франции был задержан создатель, телеграмма, Дуров, Павел Дуров. Он, значит, его задержали по прилету в Париж, в аэропорт Лебурже, это такой аэропорт для, ну, куда в основном приезжают на частных рейц начартанных, и он прилетел туда из Азербайджана на чартанном рейсе, его задержали. И, в общем, с этого момента, в принципе, какой-то четкой позиции французского государства, которую бы они изложили в пресс-релизе, либо там министр какой-нибудь выступил, ничего подобного нет. Пока есть только та информация, которую поведали журналисты французские, все ссылаются на один французский телеканал. Из того, что сейчас, спустя сутки известно, это то, что Павла Дурова французские власти обвиняют, то есть он был изначально, был, значит, выдан ордер на его розыск, поскольку он прилетел на территорию Франции, и этот ордер был активирован, он, значит, задержан. Его обвиняют там по куче статей, начиная от терроризма, заканчивая распространением, там, содействием распространения детской порнографии, то есть там и наркотики, и, в общем, все, и оружие, все эти обвинения ему предъявляются из-за того, что якобы на платформе Телеграма вся эта деятельность осуществлялась, то есть и террористы там свою деятельность осуществляют, ну, координируют там, в общем, занимаются своей пагубной деятельностью, и, значит, торговцы оружием, и торговцы наркотиками, и распространители детской порнографии. В общем, все, что происходит посредством этой платформы Телеграм, в этом теперь обвиняют Дурова как якобы соучастника, потому что он не сотрудничал с французским государством для предотвращения этой, ну, вредной деятельности, и якобы, значит, не осуществлялась на должном уровне модерация всего вот этого негативного контента Телеграма. Уже множество спикеров высказались по этой теме, в поддержку Павла Дурова высказался и Илон Маск, и Такер Карлсон, и различные позиционеры российские, там, начиная от Яшина. В общем, есть и те, кто в поддержку французских властей высказываются, как бы, соглашаясь с тем, что действительно в Телеграме очень уютно устроились, как бы, находят для себя уютное место, вот все вот эти преступники, ну, занимающиеся очень вредной деятельностью. И террористы, например, там, те, кто в Крокус совершили террористический акт, они открыто говорили о том, что в Телеграме там с ними связывались, что всю их деятельность координировали через Телеграм. То есть, действительно, во многих очень тяжких преступлениях так или иначе фигурирует Телеграм. И те же спикеры, кто высказывается в поддержку французских властей, они говорят о том, что Телеграм для европейцев – это не то же самое, что Телеграм для понимающих, говорящих на русском языке, то есть, для России, для стран бывшего Союза. Телеграм – это такая площадка для борьбы с режимами, это площадка свободы слова. Для европейцев – это площадка исключительно для преступности, то есть, там не представлена какая-то политическая повестка, там вот исключительно люди торгуют наркотиками и, значит, занимаются чем, ну, координируют там какие-то преступные действия. Я не могу это, то есть, это не мои слова, я это не могу никак подтвердить, так как я не интересуюсь подобной деятельностью, я не знаю, действительно ли там торгуют наркотиками, например, или распространяют детскую порнографию. В общем, в это я влазить не буду, я хочу обратить внимание на другое. Если какая-то страна в каком-то конкретном моменте нарушает собственное законодательство, пусть это даже будет в отношении людей, неприятных для этого государства. Может быть, эти люди расцениваются этим государством как опасные элементы, нежелательные элементы. Если они в отношении вот таких людей нарушили собственное законодательство, то они в любом случае, это государство в любом случае неизбежно придет к тому, что оно начнет нарушать это законодательство в отношении других людей. То есть, это просто доказывает это утверждение, то государство не может не соблюдать собственные законы. И если оно собственные законы нарушает государство, значит это не будет такого, что конкретно вот в отношении вот этого неприятного для них лица они нарушат, но дальше они вырулят и дальше все пойдет нормально. Такого не будет. Не будет такого, что чеченца Магомеда Гадаева вопреки собственному решению суда депортируют в Россию, отдадут на растерзание российскому режиму, где его сразу задержат, осудят и посадят в тюрьму. И после этого страна просто раз возьмет и вырулит, скажет, ну ладно, окей, ребята, вот здесь мы, да, нарушили, но это был вот конкретно вот этот чеченец, и он нам был неприятен, мы считали, что он там плохой, он опасный, он нежелательный, поэтому вот здесь мы конкретно в этом случае мы нарушили, да, мы забили на собственный суд, мы, игнорируя его запрет на высылку, вот все, нарушая всевозможные законы Франции, мы его выслали. Но мы это сделали исключительно в отношении вот конкретного этого чеченца. В отношении вас, дорогие французы, или в отношении там вас, дорогие туристы, в отношении вас, дорогие предприниматели, миллиардеры этого мира, у нас такого не будет. В отношении вас у нас все будет по закону, значит, решения наших судов будут исполняться. То есть вот этого не будет. Если страна здесь в отношении конкретного одного человека нарушила собственный закон, то это неизбежно приведет страну в авторитаризм. И Франция, как главное государство Европейского Союза, главное в плане таком его политического веса, все-таки Франция является членом Совета Безопасности ООН, Франция является ядерной державой. Она наравне с Великобританией, Соединенными Штатами Америки, с Россией, с Китаем. Это очень серьезное такое государство в политическом, в геополитическом плане. В экономическом, может быть, Германия очень крутое государство. Но именно в политическом плане, в плане своего суверенитета, своей независимости Франция, это главное государство Европейского Союза. Оно реально независимо, оно реально является союзником Соединенных Штатов, а не саталитом Соединенных Штатов. На территории Франции нет ни одной военной базы Соединенных Штатов или какого-то иного государства. То есть это, по сути своей, это мощное государство. И вот когда это государство идет по такому вот пути, пути к авторитаризму, не будет такого, что они в какой-то момент, знаете, вырулят без каких-то серьезных изменений. Не произойдет такого, понимаете, что в отношении чеченца нарушили собственное законодательство, а потом раз и просто вырулили. Нет, вот если здесь не будут приняты жесткие решения, если те, кто нарушил собственное законодательство, кто игнорировал решение собственного суда, если они не будут наказаны, если в отношении них не будут возбуждены уголовные дела, административные дела, если они не понесут дисциплинарное наказание, не будут уволены. То есть вот этот пакет мер не будет принят ко всем ответственным в этом вопросе. Если здесь на это закроют глаза, то ждите, что очень скоро арестуют Дурова. Арестуют вас за то, что на его площадке занимались преступной деятельностью, какие-то плохие элементы. И ответственность теперь за эти элементы попытаются возложить на Павла Дурова. Это то же самое, что возложить ответственность на Тойоту за то, что террористы ИГИЛ использовали их пикапы, устанавливали на эти пикапы свои пулеметы и ездили там, передвигались по территории, понимаете. Это вот то же самое. Павел Дуров создал площадку, платформу, не для того, чтобы на ней совершались преступления. Понятно, что ни у кого нет сомнений, что Павел Дуров не участвовал в каком-то сбыте наркотиков, допустим, или распространении детской порнографии, или терроризме. Понятно же, что его в этом даже не будут обвинять. Все обвинения, что якобы ты вот на твоей платформе свободно, без какой-либо цензуры существуют вот эти каналы, и поэтому ты якобы соучастник. Но по такому же принципу Калашникова можно привлечь к ответственности, потому что его автоматы используются во всем этом мире, в том числе для совершения тяжких военных и иных преступлений. Понимаете, к чему это приводит? В этой связи для меня была очень удивительная позиция Христо-Грозивая. Он выступил в поддержку французских властей, сказав, что якобы несотрудничество Дурова с ФСБ как бы аннулируется тем, что он также и не сотрудничал с европейскими странами для предотвращения каких-то преступлений, поимки преступников. И на вопрос, когда у него один из журналистов его спросил, а как вот разделить это? Здесь можно не сотрудничать, а здесь нельзя? Он сказал, что есть государства правовые, а есть неправовые. С неправовыми сотрудничать нельзя, а с правовыми сотрудничать нужно. И здесь, конечно, возникает вопрос, а вот где эта грань? С какого момента государство перестает быть правовым? Вот выслали Гадаева вопреки собственному решению суда, запрету суда на его высылку. Он, игнорируя все это, был выслан Министерством внутренних дел Франции. И после этого никакие меры в отношении этих людей, допустивших это нарушение, предприняты не были. Это сама по себе вот эта ситуация никак исправлена не была. Вот этот инцидент после этого перестает государство считаться правовым или нет? Нет. Если ответ на вопрос нет, оно не перестает, пока там, допустим, действует независимый суд, например, или там есть независимые СМИ, они освещают эту ситуацию, допустим, если будет такой ответ. Но тогда вопрос, а какой смысл этого независимого суда, если его решение игнорируется исполнительная власть? Если, несмотря на решение суда, исполнительная власть делает то, что она хочет. Является ли такое государство правовым? Ну да, действуют там независимые СМИ, но если публикации этих СМИ никак не влияют на действия исполнительных властей, является ли это государство правовым? Этот вопрос, на него очень сложно будет ответить. Понятие правового государства, оно очень такое, неоднозначное. У меня и самого нет ответа на этот вопрос. То есть, если вы спросите меня, перестала ли Франция быть правовым государством после этого инцидента? Я, наверное, не отвечу, что да, точно оно теперь неправовое, но я скажу, что оно точно стало на рельсы, которые ее приведут к неправовому государству. И то, что сейчас происходит с Дуровым, это очередной этап, когда Франция в таком крутом пикировании идет к авторитаризму и неправовому государству. Когда человека из-за того, что он создал максимально свободную от цензуры площадку, за это его сейчас прессуют и хотят подогнать, принудить его к тому, чтобы он сотрудничал. Хотя мы понимаем это как жители этого телеграмма, мы-то видим, что там-то как модерация происходит. То есть, какие-то каналы, явно распространяющие какие-то порнографические вещи, они блокируются, они удаляются. Либо какие-то боты, занимающиеся там ненужной деятельностью, тоже удаляются. То есть, нельзя сказать, что там не происходит этого. Однако, разумеется, происходит это не сразу. Разумеется, после блокировки одних появляются, другие там-то почти миллиард пользователей. Это миллионы каналов. Понятно, что они там в любом случае будут появляться. Те обвинения, касаемые того, что российские военные корреспонденты, Z-патриоты, окровенные нацисты имеют там свои каналы, что там свою пропаганду ведет, допустим, Кремль, в том числе демонстрируются, допустим, военные преступления, совершаемые на территории Украины. Но если бы эта платформа не была такой, то она и не была бы для нас интересна. В этом и есть ее изюминка, Телеграма, что ее максимальное отстранение от какой-то конкретной позиции. Телеграм сегодня единственная платформа, где ты не находишься в своем информационном пузыре. Другой такой нет. В Фейсбуке ты находишься в пузыре, в Виттере ты находишься в пузыре. И только в Телеграме ты можешь увидеть и пропаганду кремлевскую, и откровенных каких-то русистов, и зэд-патриотов, и военкоров. Но в то же время ты видишь и откровенно украинскую пропаганду, которая тоже именно пропаганда. Ты видишь там и качественную журналистику. Ты видишь там и просто мнение каких-то людей, блогеров. Ты видишь в Телеграме откровенно произраильскую пропаганду. Ты видишь там и антиизраильскую, тоже пропаганду. Ты видишь там и сбалансированную какую-то точку зрения, информацию по этим конфликтам. И это дает тебе вот эту возможность не находиться в пузыре. Только если ты прямо целенаправленно хочешь в этом пузыре находиться, ты там, конечно, для себя его создашь. Но в целом у тебя там есть возможность в этом пузыре не находиться. И в этом как бы ценность этой платформы. Если подвести Telegram к тому, что там будет только тот контент, который был бы угоден Западу, допустим, или наоборот, там еще кому-нибудь, то эта платформа перестанет быть интересной. Это если сейчас говорить о нейтральности этой платформы. А если говорить о соблюдении вот этой приватности, что он, Дуров, не соглашался на то, чтобы отдавать там, то есть отдавать какую-то часть модерации этой платформы спецслужбам каких-то государств. Так за это и ценили эту платформу. Это главное качество, из-за которого Telegram такую огромную популярность среди, как минимум, говорящих на русском, понимающих русский язык людей. А эта платформа заняла. Вот эта возможность противостоять режимам, выражать собственное мнение, где-то там что-то комментировать, получать информацию, без того, чтобы к этой платформе напрямую имели доступ какие-то спецслужбы, это главная ценность этой платформы. И сейчас мы видим очень мощный такой наезд на платформу, на Павла Дурова, после которой уже понятно, что появилась паника, уже там есть рекомендации удалять, там что-то, значит, бэкапить и прочее. Я, мое мнение, я думаю, это все, конечно же, эта ситуация разрулится. Я думаю, что Павел Дуров выйдет из этой ситуации еще более популярным и практически уже звездой из этой ситуации он вырулит. Конечно, я сомневаюсь, что эти обвинения в конечном итоге выльются в какой-то реальный приговор с отбыванием срока. А сейчас нам говорят, что вплоть до 20 лет ему что-то угрожает. Я не верю, что, конечно, это произойдет. Однако сама вот эта паника, то, что это... Вообще, сам факт того, что это происходит, и происходит это не где-то в России, в Белоруссии, в какой-то стране СНГ, а во Франции. Это очень серьезный звоночек. Это очень серьезный звоночек, на который, прежде всего, гражданам Франции, конечно, нужно обратить внимание, но и не только для гражданам Франции. К сожалению, такие тенденции, они очень пагубные, и, как правило, другие государства и власти в этих государствах, они для них же являются индикатором, такие кейсы они смотрят. Если там проходит, они начинают у себя тоже нечто подобное реализовывать. На самом деле, эта ситуация с Дуровым, это, знаете, такое проявление глобального противостояния обществ и государств. Хоть государство изначально создается обществом для того, чтобы это общество комфортно и безопасно существовало, как правило, при создании этого государства, властью этого государства являются как раз люди из общества, то есть это общество их избирает и наделяет их полномочиями для того, чтобы они для этого общества комфортную среду поддерживали. Именно с этой целью создаются органы безопасности, создаются полиция и прочие все атрибуты государства, все органы. Но после того, как это происходит, к сожалению, неизбежно это государство начинает существовать как отдельный субъект и уже в противостоянии вот этого общества, которое его и создало для того, чтобы ему было существовать комфортно. Но вот со временем происходит так, что это государство начинает жить своей отдельной жизнью со своими интересами, и все, кто являются чиновниками, представляют эту власть, они начинают именно притеснять это общество, это население, уже начинает работать не в интересах этого общества. И вот это противостояние, оно в любом случае происходит, и в какой-то момент этому обществу приходится менять эту власть, менять направление, и скорее всего во Франции тоже к этому придут, в итоге придется какие-то припринимать кардинальные меры этому обществу, чтобы государство снова стало на рельсы нормального правового государства, чтобы вот эти моменты неисполнения собственного законодательства, решения собственных судов, чтобы всего этого не было, либо на очередных выборах что-то должно, должны прийти к власти другие люди. В общем, что-то должно произойти. И я думаю, что вот это противостояние общества и государства, оно неизбежно будет всегда присутствовать во всех вот сферах. Вы будете с этим сталкиваться везде. И наши, все-таки мы представители не государства, мы представители общества. И наша задача делать все возможное, чтобы поддерживать это общество. Если государство пытается взять под контроль какие-то, например, мессенджеры, какие-то платформы, взять их под контроль, чтобы им было удобно ловить преступников, противодействовать каким-то элементам негативным, вроде как звучит неплохо. То есть, конечно, им будет легко, если им отдать весь телеграмм, допустим, отдать полностью доступ всем спецслужбам государствам, то им будет удобно. Но это неизбежно приведет к злоупотреблению, преследованию инакомыслия, к посадке политиков, противостоящих, то есть любых спикеров, которые высказываются как-то так, что власти это не нравится. Это неизбежно приведет к этому. Поэтому сохранение вот этой приватности, права на тайну переписки, это все очень важно, это интерес общества. Государство давляет, пытается отобрать вот это право, пытается все это взять под контроль. И опечатать этому государству нужно так, что, ребята, вы хотите полностью получить доступ, взять это все под контроль, чтобы вам было легче ловить преступников, а мы вам говорим, мы платим налоги, содержим вас для того, чтобы вы находили другие механизмы эффективной ловли преступников. Развивайтесь. Вот этого мы вам не даем. Мы не даем вам прямого доступа к перепискам, к тайне переписки. Мы не хотим. Мы хотим иметь вот эту свою часть. Мы хотим иметь право на то, чтобы вы не копались в наших переписках. Если мы вам дадим это право, вы получите доступ, и, возможно, какой-то там 5% из общей платформы преступников вы сможете поймать, но 95% людей, которые не являются преступниками, они добросовестные люди, но они хотят вот эту вот тайну своих переписок. Мы не хотим, чтобы вы копались в наших переписках. Поэтому деньги у вас есть, давайте развивайтесь каким-то иным образом в виде преступников. Это мне, знаете, напоминает ситуацию, когда я был дома, работал в электросереде уже в должности руководителя службы эксплуатации, и у нас были переговорные пункты. Там несколько переговорных пунктов оставалось по городу Грозном. И один из этих переговорных пунктов, значит, у нас ограбили. Вечером там небольшая сумма в кассе оставалась, это вообще какие-то смешные деньги, где-то до 10 тысяч рублей. Значит, пришли какие-то злоумышленники через окно вошли и из этой кассы забрали вот где-то там до 10 тысяч рублей. По сути, абсолютно не серьезная сумма, но это преступление. Мы, значит, естественно, мы сразу же связываемся с полицией, приезжают сотрудники ленинского РОВД, вплоть до начальника криминальной полиции. Приехал следователь, что-то они там смотрят. Ну, я как руководитель этой службы тоже приехал туда. И с самого начала нашего диалога на меня начинают оказывать давление, чтобы не регистрировать этот инцидент в КОСП. То есть они всячески, начальник этой криминальной полиции, еще там какой-то его заместитель, следователь, они все меня окружили и всячески меня склоняют к тому, чтобы инцидент был просто замят. Я удивленно его спрашиваю, я говорю, а как это же преступление? Там унесли деньги до 10 тысяч, там я не помню, 7 тысяч, по-моему, было. Ну, что мне этот начальник КМ вот так вот открытым текстом он мне говорит? Это всего лишь 7 тысяч, скиньтесь, говорит, и положите их. И проблем нет. Ну, что я ему говорю? Ну, если проблем нет, вы скиньтесь, положите, и мы закроем этот вопрос. И вот это его настолько возмутило, он говорит, а, он говорит, ты так говоришь? Я тебе устрою, я тебе такие проблемы из-за этого создам. Ты, вы все, говорит, будете у меня в отделе давать объяснение. Вообще, говорит, может быть, это вы сами ограбили, специально это сымитировали. Представьте, вот так он мне открытым текстом. В общем, к чему это в итоге привело? В итоге это привело к тому, что они начали проверять, значит, систему сигнализации там и так далее, как у нас это все устроено. И потом, официально вызвав уже руководителя, они ему предъявили, у вас не было системы сигнализации, поэтому ограбить, значит, ваш переговорный пункт не составило никакого труда. И, по сути, вы сами виноваты в том, что вас ограбили. Вот такой диалог произошел с официальным руководством Ленинского РОВД. То есть, вы понимаете, не они виноваты в том, что существует преступность, и она свободно разгуливает и грабит переговорные пункты, а мы виноваты в том, что мы достаточным образом не защитили свое имущество и подверглись этому ограблению. Вот это вот приблизительно такая же история. То есть, не французские правоохранители виноваты в том, что у них порнографией детской торгуют, наркотиками торгуют, терроризм у них там процветает. Не они в этом виноваты. Это результат не их плохой работы, а это результат того, что Павел Дуров создал свободную площадь, которой они также могут пользоваться, как и сотни миллионов добропорядочных людей. Понимаете, в чем они принципиально неправы? Они видят этот вопрос, этот мир, они видят точно так же, как сотрудники Ленинского РОВД видели вопрос ограбления нашего переговорного пункта. Не они виноваты, что есть преступность, и они не могут эффективно с ней бороться. А мы были виноваты, что мы достаточным образом не обеспечили сигнализацию своего помещения. Вот здесь вот то же самое. Поэтому очень важно противостоять такой тенденции, иначе они будут только наглеть с каждым разом. И эти гайки будут все более и более закручиваться. Я надеюсь, что история с Павлом Дуровым будет иметь счастливый конец. Я практически убежден в этом. Я думаю, что в целом эта ситуация пойдет ему только на пользу. Поэтому интересуйтесь и поддерживайте те инструменты общества, которые создаются для удобства этого общества. И отстаивайте позиции, когда как бы они это не мотивировали, каким бы образом государство не пыталось лишить нас части нашей свободы, на это нужно всегда реагировать в противостоянии. Ни в коем случае государство пускай ищет действенные механизмы для борьбы с террористами, с экстремистами, с наркоманами, наркоторговцами и прочими. Пускай ищет и находит. У них для этого есть все необходимое. Есть средства, мы платим налоги для того, чтобы они развивались. Пусть развиваются. Они лезут туда, не лезут на эту часть нашей свободы, которую мы не хотим отдавать. То же самое касается и вопроса почему очень важна криптовалюта. Это не просто, понимаете, инструмент, который был бы альтернативой банковским операциям. Это не просто непростой выбор. Это вот если не отдавать этому должного значения, то мы в итоге придем опять-таки к тому, что мы останемся без вот этого инструмента. Смотрите, вот все мы сегодня заточены на том, чтобы пользоваться банковскими услугами. Мы не можем ими не пользоваться. Наша жизнь, она связана с ними. Банковские карточки, оплаты в магазинах, супермаркетах. То есть все-все-все завязано с этой банковской системой. И что она это делает? Вот когда-то, когда это все только зарождалось, банки были заинтересованы в том, чтобы к ним приходили клиенты. У них была конкуренция, они там всячески переманивали людей. Но к чему это в конечном итоге приводит? Сегодня уже человечество стоит перед ситуацией, когда мы не быть клиентом банка мы не можем. Теперь, чтобы жить, просто чтобы существовать, нам нужно быть банковским клиентом. И теперь уже банки нам диктуют, не мы. Теперь уже банки диктуют нам, сколько мы будем платить, сколько мы будем снимать. Банк может по своему собственному усмотрению заблокировать любую транзакцию, потребовать у тебя объяснение. Это на самом деле настолько возмутительно, что ты являясь клиентом, ты по сути приносишь свои деньги в этот банк и он должен тебя вылизывать с ног до головы за то, что ты пользуешься его услугами. Но он в какой-то момент тебе говорит, когда ты свои заработанные деньги ты переводишь куда-то там, покупаешь какую-то вещь, в какой-то момент какой-то тип в этом банке раз останавливает эту операцию и говорит, так, что-то мне тут что-то не нравится, подозрительно, а ну-ка объясни-ка мне эту транзакцию. Ты говоришь, ну ладно, окей, вот я там покупаю что-то, что-то вот тут написано ведь. Нет, а ну-ка объясни-ка мне происхождение этого, а ну-ка вот то-то. То есть тебе начинают диктовать условия организации, продающие тебе услуги, чьими услугами ты пользуешься, понимаете, к чему это приводит. Поэтому криптовалюта, вообще вот этот криптомир, это аналог, это противостояние вот этой системе, когда никто не может тебе раз что-то влезть в твою операцию и сказать, а ну-ка там, давай-ка объясни мне, что вот это такое. Хотя они пытаются, они будут, где-то они успешно, у них это будет получаться и никогда не получится, у людей не получится полностью избавиться от банковской системы, там, перейти на крипто, такого не будет. но очень важно вот этот баланс соблюдать и людям, обществу важно изучать систему криптовалют и ей пользоваться, потому что чем больше людей будут пользоваться криптовалютой, тем больше будет там возможностей взаимодействовать, покупать машины, квартиры, какие-то там вещи повседневной необходимости. Но будут ли злоумышленники также пользоваться этим? Конечно будут. Но что теперь, из-за того, что злоумышленники этим будут пользоваться, теперь нужно отказываться от вот этой возможности, из-за того, что кое-какая-то часть злоумышленников будут этим пользоваться, теперь огромное количество людей должны от этого отказаться, просто потому, что государству неудобно там ловить преступников, пускай обучаются, повышают свою квалификацию и ловят. А люди должны поддерживать вот такие независимые системы, которые не может засунуть в свой нос государство. Люди должны это поддерживать. Это наш с вами интерес. Если мы сегодня не поддержим такие вещи, не поддержим телеграмм, не поддержим крипто-мир, то мы сами себя загоним в ситуацию, когда какие-то дяденьки в банковской системе, в спецслужбах, еще где-то по собственному желанию будут тебе приходить, останавливать твои транзакции, требовать от тебя объяснения, какие-то твои сообщения перехватывать, где-то там в шуточной форме может быть, что-то написал своему другу, а ну-ка теперь объясни, шутка это была у тебя или что это у тебя было. Понимаете, вот к чему мы в итоге перейдем. Поэтому важно очень поддерживать подобные вещи, поддерживать свободу этого общества. Субтитры создавал DimaTorzok